Согласитесь, копы не всегда окружены славой. Но многие полицейские все-таки следят за нашей безопасностью. И иногда ради этого они играют грязно. Будь то отслеживание машины или откровенная ложь. Давайте изучим самые хитрые, секретные и просто невероятные приемы, которыми пользуются полицейские. Коварное касание. Если вы водите машину, возможно, вас останавливала полиция. Это делают по разным причинам, но если полицейские особенно подозрительны, они могут совершить кое-что странное – потрогать заднюю фару автомобиля. Но зачем? Для начала такой жест может озадачить водителя и заставить его прекратить что-либо делать. Если он пытается спрятать что-нибудь незаконное, эта пауза нередко позволяет поймать его с поличным. Но это не все. Надавив на заднюю фару, офицер также незаметно проверяет, что багажник закрыт. И никто внезапно не выпрыгнет из него и не нападет. Весьма умно. Хотя это еще не самая хитроумная причина. Этого звания заслуживает причина номер три. Так офицер оставляет отпечатки на машине. Но зачем полицейскому покрывать фару своими отпечатками? Это предосторожность. Полицейский никогда не знает, кого останавливает. А водитель может быть опасен. Если с полицейским что-нибудь случится, благодаря оставленным следам на фаре можно будет понять, что случилось. Правда, сейчас почти везде установлены камеры видеонаблюдения, а сами стражи порядка имеют камеры на груди или в автомобиле. Так что этот прием уже не такой полезный, как раньше. Но многие все еще его используют. И ему обучают новобранцев. От старых привычек так трудно избавиться. Не пейте. Лично меня никогда не допрашивала полиция, и я надеюсь, что вас тоже. Но если окажетесь в комнате для допросов, запомните одно простое правило. Если следователь предлагает вам стакан воды, ни в коем случае не соглашайтесь. Если у вас жажда, лучше потерпите. Дело в том, что полицейские вряд ли заботятся о вашем самочувствии. Это, казалось бы, невинный жест, но на самом деле позволяет взять ДНК и отпечатки пальцев. Да-да, взяв любезно предоставленный стакан и выпив из него, вы оставляете на нем и отпечатки, и слюно. Другими словами, множество данных для идентификации. Обычно полиция не может собирать образцы ДНК без надлежащего ордера. Но если вы ставите стакан после использования, он считается оставленным. И полицейским не нужен ордер, чтобы собрать с него все образцы. И вода не единственная, чего следует опасаться. Полицейские имеют право собирать ДНК со всего, что вы используете. С выброшенных салфеток, окурков и так далее. Возможно, вы не понимаете, зачем об этом беспокоиться, если вы ничего не сделали. Это не распространено, но коррумпированные полицейские могут взять ДНК или отпечатки и подставить вас, обвинив в любом преступлении. Отказавшись от воды, вы себя обезопасите. А я думал, что преступники должны быть коварными, а не копы. Возможно, не нужно доверять хитрым полицейским, но вы можете положиться на мой контент. Просто нажмите на кнопки «Нравится» и «Подписаться», и вы не пропустите ничего интересного. Готово? Продолжаем. Двуличный допрос. Определенно лгать полиции запрещено. Так вас точно посадят за решетку, если поймают. Вот только это правило не работает в обе стороны. Полицейским позволено лгать вам в лицо, если они считают, что это поможет. О чем же они могут врать подозреваемым? Но если офицер уверен, что человек совершил преступление, но не имеет доказательств, он может солгать и сказать, что его отпечатки нашли на месте преступления. Если человек невиновен, он будет отрицать это. А если виновен, то может сознаться. Также полицейские не прочь соврать о свидетеля, который готов дать показания против вас. Конечно же, свидетеля обычно нет. Но если вы поверите, что есть, вы можете запаниковать и признаться. Ужасно, правда? Один такой примечательный случай произошел в 70-е. Полиция Орегона подозревала Карла Матиасона в совершении ограбления, и следователь соврал ему, что на месте преступления нашли его отпечатки пальцев. Думая, что он попался, Матиасон признался в краже. И еще одна хитрая победа полиции, да? Ну, не совсем. Как ни странно. Хотя Матиасон сознался в преступлении, Верховный суд внезапно отменил обвинительный приговор, так как допрос проходил в обстановке принуждения. Матиасона все же приговорили, но это показывает, что как бы полиция не хитрила, это не всегда помогает. ЛИНИИ И ЛОЖ Детекторы лжи или полиграфы часто появляются в детективах. Но такие устройства, которые прикрепляют к подозреваемому и потом ему задают разные неудобные вопросы. Они якобы показывают, когда человек лжет, и рисуют линейный график. Эти устройства настоящие, но они не могут выявлять ложь. Они просто измеряют чистоту сердцебиения и дыхание, меняющиеся при тревоге. Но даже честный человек нервничает во время допроса, поэтому такие тесты не очень надежны. Однако об этом знают не все, и полиция использует это в своих интересах. В 2009 году калифорнийца Дариуса Антуана Мейса допрашивали о причастности к особо тяжкому преступлению. Во время допроса полицейские включили детектор и начали задавать вопросы. Неудивительно, что он отрицал все обвинения. Однако копы сфальсифицировали тест, и казалось, что Дариус его полностью провалил. Думая, что его подловили, когда ему показали результаты детектора, Дариус признался, что был на месте преступления. А на самом деле тест ничего не показал. Так что, хотя детекторы не совсем работают, они полезны. Поверьте мне, я не лгу. В общем-то, уже очевидно, что полицейские готовы пойти на многое, чтобы поймать преступников. Но иногда их попытки бывают еще и невероятно смешными. Малки МакКьюэн, бывший полицейский из Шотландии, дежурил со своим напарником Деном, и они получили сообщение о том, что кто-то вломился в регби-клуб. Малки и Ден отправились туда, но дверь в здание была закрыта, и копы не знали, где спрятались грабители. Нужно было думать быстро. Но, к счастью, у Дена была идея. Он повернулся к Малке и сказал, что по сигналу он должен начать, ну, лаять как собака. Да, как это вообще должно было помочь? Задать вопрос Малки не успел. Ден уже направился прямо к двери и закричал в нее, «Если вы не выйдете, я отправлю внутрь собаку!» Внезапно Малки понял план. Едва веря в то, что он делает, он глубоко вдохнул и принялся громко лаять, изо всех сил стараясь изобразить злобную овчарку. Согласно плану, воры должны были поверить, что собака настоящая, и сдаться из страха. И они действительно показались. Но только не из-за страха. Оказалось, что они прятались на крыше того же здания. Точнее, до тех пор, пока не увидели полицейского, притворявшегося собакой, из-за чего они расхохотались. После этого копы быстро заметили их и с легкостью арестовали. Трюк сработал не совсем так, как задумывалось, но все-таки помог. Хотя вряд ли другие полицейские им пользовались. В большинстве случаев это все было бы... псу под хвост. Старый трюк Метод «добрый коп-злой коп» используют давно, и не зря, потому что он действует. Сначала так называемый «злой коп» занимает агрессивную позицию по отношению к подозреваемому, а потом «добрый коп» ведет себя иначе. Это используют полицейские по всему миру. И метод так эффективен благодаря психологии. Злой коп настолько ужасен, что когда приходит добрый, он кажется намного более хорошим, чем в обычных обстоятельствах. Так добрый полицейский входит в доверие к подозреваемому. Затем, когда возвращается злой коп и продолжает допрос, он так агрессивен, что подозреваемый еще больше попадает под влияние доброго следователя. Сотрудничество с ним кажется куда лучше, чем иметь дело со злым копом. И подозреваемый наверняка выдаст информацию. Или выдавал раньше. Так как техника хорошо известна, она утратила свою эффективность. Но я бы все равно сломался под давлением. Хотя единственное, в чем я могу признаться, это что я правда делюсь лучшим контентом с вами. Сила сирены Эх, сирены. Кажется, что они нужны только, чтобы разрывать барабанные перепонки, но их громкость позволяет полиции передвигаться быстро и безопасно. Но вы замечали, что у сирен есть несколько разных звуков? И они не случайны. У каждого есть собственное применение. Многие не знают, но есть три главных звука. Для начала есть визгливый режим, который звучит так. Ужасно раздражает. Его обычно используют для остановки автомобилей. Короткие звуки лучше отражаются от стен, и их легче услышать в городах, где обычно и останавливают нарушителей. Также есть режим завывания. Как и визг, эта сирена чередует высокие и низкие звуки. Однако она медленнее и лучше подходит для пустынной сельской местности, где протяжный звук разносится дальше. И, наконец, имеется скачущая сирена. Приготовьтесь! Вот оно. Классическое Виу-Виу. Этот звук более универсален, и его можно услышать где угодно. Я помню, как издавал этот звук, когда изображал полицейского в детстве. Но теперь я, конечно, так не делаю. Коды и шифры Если вы выдумывали шифры или писали невидимыми чернилами, то знаете, как интересно общаться на тайном языке. Но коды нужны не только для развлечений. В США полиция использует их для переговоров по рации. И использует весьма часто. Они называются коды 10. Каждый начинается с цифры 10, указывающей на важность сообщения, а потом говорят вторую цифру, означающую фразу. Например, 10-4 значит принято. Но 10-54 это скот на дороге. Эти коды лучше не перепутывать. Когда их только начали использовать в 37-м году, у кодов были два главных предназначения. Они делали коммуникацию четкой и легкой для понимания. В то время радиотехнологии сильно уступали современным, поэтому приемники часто переставали работать из-за помех и других шумов, и разговаривать было трудно. Коды также скрывали переговоры от гражданских. Так операции держались в секрете. И если гражданский случайно подключался, он слышал 10-98 вместо побега из тюрьмы и не паниковал. Сейчас коды непопулярны. Единой системы нет, и один и тот же код иногда означает разное в каждом штате. Это вызывает путаницу, и в 2006 году правительство США рекомендовало отказаться от кодов. Но многие штаты используют их и сейчас. Я бы не справился. Я и дни рождения родственников не запоминаю, не то что кучу цифр и фраз. Я бы только психовал прямо в рацию. Пара без пары Есть хитрости, а есть преступления. Один человек на сайте вопросов и ответов Квора рассказал о разговоре с копом в Калифорнии. Они обсуждали тактику, с помощью которой ловят нарушителей скорости. И, спойлер, она и хитрая, и незаконная. В том разговоре полицейский признался, что ночью он брал коричневое бумажное полотенце, смачивал его и приклеивал к передней фаре. А когда кто-то превышал скорость, он ехал за нарушителем. Но из-за полотенца казалось, что у него сломана фара. А люди обычно думают, что у полицейских такого не бывает. Поэтому нарушители не останавливались, не зная, что за ними уже выехали. А потом включалась сирена, и скрываться было поздно. Когда полицейский останавливался, высохшее полотенце обычно отпадало. Если нарушитель упоминал неработающую фару, офицер притворялся, что понятия не имеет, о чем идет речь. Это очень хитро. Но ездить с одной включенной фарой запрещено в США и других странах. Как и превышение скорости. Что вы думаете? Это злоупотребление властью или оправдано? Поделитесь мнением в комментариях. Полицейские шпионы Если, как я, вы боитесь, что Алиса следит за вами, то приготовьтесь. У полиции есть новая технология, позволяющая видеть сквозь стены дома. Ладно, вряд ли она будет шпионить именно за вашим домом, но это все равно пугает. Это устройство – новейший радар под названием Range Air, и он помогает полиции выявить движение через стены, пол и потолок. Когда Range Air помещают на одну из этих поверхностей и включают, он излучает радиоволны, которые проходят через преграды. Когда они попадают на что-то движущееся, то отражаются обратно на устройство и анализируются. Так оно может обнаружить даже дыхание человека на расстоянии до 15 метров. Что еще безумнее? Улучшенные версии радара можно устанавливать на дроны, запускать над зданиями и создавать трехмерную карту помещений внутри. Это вообще законно? Но оказывается, да. Но ФБР тайно использовала радар два года, прежде чем выяснилось, что у него есть эта технология в 2015 году. Кто знает, что там тайно наносили на карту все это время? Власти утверждают, что радар применяется только в спасательных операциях, и он явно полезен. Но все равно, становится как-то не по себе, когда понимаешь, что эта штуковина может залететь в любой дом и шпионить, а человек даже не узнает об этом. Дали бы сначала убраться в комнате хотя бы. Птичий дозор Дроны весьма неоднозначные и спорные устройства. Мой папа любит запускать свой на даче, однако их также можно оснастить разными скрытыми гаджетами и использовать для всяких нехороших целей. Но знаете ли вы, что Пентагон вложил миллионы долларов в разработку новой хитрой технологии для слежки за людьми? Это нано-калибре. Это крошечный дрон в форме птицы. Даже если бы вы его увидели, вы бы ничего не заподозрили. Его размах крыльев 16,5 см, а вес меньше батарейки AA, но в нем есть камера и микрофон. Оператор может заставить дрон лететь или зависать в воздухе, незаметно для человека под наблюдением. Но не надо впадать в панику при виде любого калибря. Хотя разработка финансировалась правительством США, официально дрон не внедрили ни в одно полицейское управление. Но, насколько известно, все-таки речь про Пентагон, а там любят секретность и рассказывают не все. Впрочем, известно, полиция США проявила интерес к мелким птичьим беспилотникам для наблюдения. Кроме того, более крупные версии таких дронов не так давно внедрила испанская полиция. И если они станут успешны, возможно, в небе будут летать больше таких всевидящих шток. Только я стал волноваться из-за тех дронов-радаров, а теперь появились еще и механические птицы с камерами. Надеюсь, эта идея не взлетит. Технопреследование Бесспорно, погони в фильмах выглядят очень круто. Но когда полицейские ловят преступников в реальной жизни, погони представляют опасность и для офицеров, и для гражданских. Решение? Star Chase, конечно. Star что? Это небольшое устройство сперва не впечатляет, но у него есть встроенный GPS-трекер, и он вылетает из особой пусковой установки за решеткой полицейской машины. А вот это впечатляет. Во время погони полицейские нацеливаются с помощью лазерной указки, а потом нажатием кнопки высвобождают сжатый воздух, отправляя трекер к автомобилю. После попадания в цель выпускается сильный клей, благодаря которому трекер не падает. И знаете, что самое удивительное? Это устройство размером где-то с мяч для гольфа, так что его практически невозможно заметить, если не искать. Когда Star Chase закреплен на машине, полицейские могут замедлиться, отъехать и следить по GPS, избегая долгих и опасных погонь по городу. И они могут притвориться бюджетной версией Бэтмена, так что это идеально. Но только не для преступников. Лассо закона Бэтмен не единственный супергерой, которым, видимо, вдохновлялась полиция. Еще одно интересное новое устройство в ее арсенале это Боларэп. И оно скорее больше подходит Человеку-пауку, нежели Бэтмену. Портативный прибор имеет встроенный лазер, помогающий прицелиться, и стреляет мощным кевларовым тросом по рукам или ногам со скоростью 156 метров в секунду. Попав на человека, он затягивается вокруг него, обездвиживая. И не нужно применять силу. И выбраться из лассо невозможно, потому что оно держится крепко. Так что это идеально для поимки убегающих подозреваемых. Но тогда почему о нем никто не слышал? Хотя его используют в более чем 600 подразделениях по всем США, это все еще весьма новое устройство. Но мне оно нравится. Это же лучше, чем использовать оружие, правда? Теперь копам нужно только одеться как человек-паук. И спецназовцам тоже. Обратно в школу Не только полицейские бывают хитрыми. Преступники им не уступают. Поэтому иногда нужно проявить изобретательность и тут помогает оперативный эксперимент. Вы наверняка слышали о нем, но что же он означает? Полицейские работают под прикрытием и обманывают подозреваемого, часто выдавая себя за соучастника. Так они могут завоевать доверие преступника и собрать улики у него под носом. Хитро! А когда собрано достаточно доказательств, то преступник быстро отправляется за решетку. Одна интересная операция прошла в 2012 году, когда молодой офицер Алекс Саллинос выдал себя за старшеклассника в Калифорнии. знала, что группа учеников продает контрабанду в школе, и Алекс должен был узнать, кто именно. Он поступил в школу под выдуманным именем и прилежно посещал уроки, смотрел футбольные матчи и даже выполнял домашние задания. Но его одноклассники не подозревали, что все это время он за ними следил. Если вы видели фильм «Мачо и ботан», то знакомы с таким сюжетом. Через 8 месяцев Алекс собрал достаточно доказательств для ареста 14 человек. И миссия увенчалась успехом. Представьте, закончить учебу, получить работу, а потом снова делать домашнее задание спустя пару лет. Я бы вряд ли на это согласился. Особые фразы. Особые фразы. Если бы полицейский сказал мне что-то сделать, я бы послушался. Я же не хочу сесть в тюрьму. Но, оказывается, не всегда нужно выполнять требования офицера. Они используют особые фразы, чтобы заставить нас слушаться, даже если это не обязательно. Например, вы едете по дороге, вас останавливает полицейский и говорит «Мне нужно, чтобы вы разрешили обыскать машину». Похоже на приказ, правда? Но это не так. Да, офицер говорит, что ему нужно провести обыск, но он не приказывает. Просто так кажется из-за того, как он сформулировал фразы. Так как офицеры – это представители власти, мы обычно делаем так, как они говорят. Но на самом деле нередко у вас есть полное право отказать им. Если офицер скажет вам «мне нужно, чтобы вы сделали танец червя», к счастью, вы можете отклонить такую просьбу. Но врать не буду, танец червя у меня получается отменный. Умные глупости Каждый человек уникален по-своему. Во всяком случае, так мне говорила мама. Вот только некоторые люди, так сказать, немного недалекие. И полицейские прекрасно это знают. Иногда они применяют хитрую тактику допроса подозреваемого и притворяются менее умными, чем на самом деле. Но как она может помочь? Если подозреваемый думает, что следователь проницателен, профессионален и в курсе дела, он всегда будет настороже. Но, допустим, следователь наоборот несколько медлителен. В таком случае подозреваемый с большей вероятностью ослабит бдительность и будет намного менее осторожен. И тогда он может проговориться о чем-то важном. По словам отставного полицейского из Нью-Джерси Дэвида Эмброуза, этот трюк еще лучше работает на успешных людях, которые задирают нос перед людьми ниже них. Увы, если бы я был полицейским, у меня бы ничего не получилось. Потому что я слишком умный. Я никого не обману. Оказывается, у полиции есть много трюков и приемов. Какой из них понравился вам больше всего? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!